Книга «Открытым оком», том 7, вопрос 1919. Отшельники боролись всю жизнь с гордостью, самомнением и превозношением. Удавалось ли им этого добиться? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Увы, это такая колючка, что как ни кинь, всегда будет шипом вверх. Так они говорили. Если считать по совести, что апостолы первые и так далее, то монахи едва ли на четвертое месте попадут. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 28 стих. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Значит, они должны почитать апостолов и не ломать учение апостольское относительно всеобщей проповеди и участия в этом женщин. Если же вышло не так, значит, противящиеся Писанию есть по полной программе гордецы. И не сказано, что Бог поставил монахов или иноков в церкви. Свои лимонари и прологи они выставили на первое место, постеснив, а затем и совершенно устранив учение апостольское, которое не знает учения о бисельдерстве, о молчальничестве и иноческих подвигах. Этот словарный запас пришел из мрачных пустынь и пещер, а не из светлой сионской горницы, освященной языками проповеди Духа Святого. В пустынях же Дух, немой и глухой, к призывам Писания выйти и проповедовать всему миру о Христе Воскресшем. Когда святых заносило в самомнении, то им Господь давал укорот, посылал их к женщинам, которые в прошедшую ночь еще спали под теплым крылом мужей своих. И если Бог этих женщин замужних признал выше этого самоистязателя, то почему же никто нам не сохранил даже имен этих замужних праведниц? Почему их церковь не чтит и на антиминцы не употребила их телеса, если они выше самих праведных? Значит, в эти святцы их монахи не пропустили, потому что иначе всем будет видно, что грош цена этим подвигам отшельничества и сгорания в одиночной похоти, если живущие в супружестве достигли такой великой святости, какой не сподобились достичь даже эти постники, истощавшие. Значит, пустынники и монахи себе место нашли не в церкви, а в пустыне, заменив пустыней всю церковь. Вот случаи из их жизни, которые говорят, что они гордились и давились самомнением похлеще депутата Думы Жириновского. Мария Египетская, 1 апреля Святой Иоанн Дамаскин с похвалою отзывался о Сафрониевом описании жития святой Марии Египетской. Зосима Еще в младенчестве он был отдан в монастырь, где доблестно подвязался в постничестве до 53 лет, но потом его стала смущать мысль, что он достиг полного совершенства и более не нуждается ни в каких наставлениях. — Есть ли, — думал он, — на земле инок, могущий меня наставить и показать пример такого постничества, какого я еще не прошел? Найдется ли в пустыне человек, превзошедший меня? — Пришел он в чужой монастырь. — Откуда ты, брат? — спросил его Игумен. — И для чего пришел к нам, нищим старцам? Зосима отвечал. — Откуда я пришел, об этом нет нужды говорить. Вот и вся кротость. Мартин Милостивый, 12 октября У него едва ли были вообще какие-либо враги, но если и были таковые, то они ненавидели его за добродетели, коими не обладали сами и которым не могли подражать. Часто он плакал о грехах даже тех из своих поносителей, которые при нем или в его отсутствие нападали на него змеиными устами и ядовитыми языками. Среди духовенства в монастыре был один молодой человек по имени Брильцей, который происходил из самого низкого звания, но которого Мартин приютил, воспитал и впоследствии возвел в Сан-Диагона. Возбуждаемый злыми духами Брильцей стал страшно поносить своего незлобивого учителя в глаза из-за глаза. Святой муж старался образумить его кроткими наставлениями, но это не действовало на безумца, и он продолжал изрыгать еще большие хулы и потом убежал. После того с Брильцей сделались припадки бешенства, и однажды, когда Мартин сидел на скамье перед своей кельей, Брильцей набросился на него с яростными ругательствами, причем на соседних скалах ему виднелись два демона, поощрявшие его к безумству. — Я святее тебя, — говорил диакон, — я воспитался в монастыре, а ты некогда был солдатом. Братья требовали, чтобы Брильцей был подвергнут примерному наказанию и лишен священного сана, но Мартин спокойно перенес его ругательство. Макарий Египетский, 19 января. О его пище и питьи, то есть о том, как он постился, не надлежит много и говорить, потому что даже и самые немощные из братьев его скита не могли быть укоряемы ни в объедении, ни в употреблении какой-либо изысканной пищи, хотя это происходило отчасти и по недостатку в тех местах какой-либо изысканной пищи, но главным образом ради соревнования пребывающих там иноков, которые старались не только подражать в постничестве один другому, но и превзойти друг друга. Паисий Великий, 19 июня. В странах сирийских проживал один великий постник, человек, украшенный весьма многими добродетелями. Однажды, когда сей инок стоял на молитве, он невольно спросил сам себя, кому из угодивших Богу он подобен. Лишь только он об этом подумал, как послышался свыше небесный голос, «Иди во страну египетскую, и ты там найдешь мужа по имени Паисий, который имеет такое же смиренно мудрее и любовь к Богу, как и ты». Ануфрий Великий, 12 июня. Преподобный Пафнутий, подвязавшийся в одном из пустынно-жительных монастырей египетских, оставил нам повествование о том, как он обрел в пустыне преподобного Ануфрия Великого, а также и других пустынников. Своё повествование он начинает так. Однажды, когда я пребывал в безмолвии в монастыре своем, пришло ко мне желание пойти во внутреннюю пустыню, чтобы видеть, есть ли там инок, более меня работающий Господу. В девятый день месяца марта есть слово о Пафнутии монахе, молившем Бога известить его, кому он подобен. И получил он извещение, что подобен старейшине селения, а сём же Пафнутии под 27 числом того же месяца есть слово, что он подобен свирельщику. Ефимий Новый, 15 октября Много искушений ему пришлось перенести здесь со стороны злого духа. По действия его сначала на Ефимия напали тоска и скорбь по удалившимся брате. Потом боязнь уединения. Наконец, его часто стали возмущать горделивые помыслы о высоте пройденного им иноческого пути. Субтитры создавал DimaTorzok